Ну что я вам обещала рассказать про эту девушку прекрасную и Лену прекрасную. Когда я встретила, я просто обалдела от этой энергетики, от этой радости в жизни. И вот это, наверное, первое, что хотелось бы спросить, Лена, как ты вообще умеешь этому радоваться? Ну, этому можно... Добрый день всем, дорогие друзья! Этому можно научиться. Это привычка, то есть вставать, смотреть на себя в зеркало и говорить. Сегодня все замечательно, я проснулся, это уже хорошо. Значит, мне Вселенная подарила еще один день жизни. И надо радоваться каждому дню, каждому часу, каждой минуте своей жизни и наполнять ее позитивом. Даже все свои... Понятно, что мы живем в таком мире, когда случаются какие-то там неожиданные, да? Кто-то там нас толкнул, на работе обидел, дома не совсем все в порядке. Ну, стараться, в общем, на этом не зацикливаться, как говорят, не пилить опилки, а превращать это в какое-то... Ну, сразу, конечно, не получится в позитивное, да? Тебя оскорбили, а ты такая радостная. А мне все хорошо в этой жизни. Ну, по крайней мере, вот с собой договариваться, чтобы внутри себя растить солнце. Вот эту энергию, вот эти вот лучики добра. Да, и как в мультике, я люблю вот этот пример приводить про крошку еноток. Если он с палкой пришел и посмотрел в озере, ему таким же образом оттуда так же и показался, да? То есть мы транслируем как в зеркало все то, что мы излучаем отсюда. И наше внешнее – это проявление нашего внутреннего. Чем больше у вас добра, чистоты, позитива, посыла такого миру, всего самого доброго, то, соответственно, вы будете выглядеть долго, молодо и красиво. Да, спасибо, Лена. На самом деле, ты не представляешь, каким ты для меня таким толчком являешься, потому что, да, можно я, допустим, радуюсь, я легкая, но вот эта еще дисциплина внутренняя, которую ты делаешь, которую ты проводишь, это вообще дорогого стоит. То есть это плюс ко всему, к этой радости еще добавляется вот эта утренняя твоя гимнастика. Да, да. У меня в Инстаграме же написано «Я ваша волшебная пендель». Да. То есть я не зря так это говорю всем, что пообщавшись со мной, люди на что-то сподвигаются, что-то делать, чего-то не есть, от чего-то отказаться, что-то добавить, начать хоть что-то делать в этой жизни, понимаешь, хотя бы пару упражнений каких-то, или там кто-то от хлеба начинает потихонечку, кто-то от сахара. Поэтому на самом деле, на самом деле, спасибо тебе огромное. Начала 50 раз приседать, начала делать фейс-фитнес и вспоминать Лену. Покажу вам ее книжку волшебную, которая у меня теперь лежит возле кровати. Когда я просыпаюсь, я сразу вспоминаю Лене 61 на минуточку, ребят. У меня три внучки, двое взрослых детей. И понимаете, я даже не могу, наверное, видео не передаст вот эту ее легкость, то есть вот эту ее грацию, эту ее осанку, то есть вот это вот состояние. Оно, да, можно сделать тебе лицо, да, и тело, безусловно, но вот эта внутренняя энергия, ты ничем ее не сделаешь, пока сам не возьмешь себя в ручки. Я хочу сказать, что Анжелика приседает 50 раз не для того, чтобы иметь красивую попу, хотя это тоже, да, факт, но для того, чтобы иметь молодое лицо, вы можете сказать, то есть какая связь абсолютно прямая. Девочки, чем у вас будет, скажем так, более выпрямленная осанка, упругое тело, тем вы дольше будете выглядеть моложе. Леночка, спасибо, что ты уделила время. Все, завершаем.